Музыка Если в классе в четвертом моем, если ты сидишь за компьютером, ну, с тобой не хотят общаться, потому что ты много сидишь за компьютером, потому что тебя считают скучным, а в десятом классе, ну, так же точно тебя считают скучным, если ты не сидишь за компьютером, с тобой не о чем поговорить. Это Саша Можайский, студент-программист. Парень делает сайты и этим зарабатывает по 10-15 тысяч в месяц. Живет с семьей в Зеленой Роще, но хочет снять однушку. Всю свою сознательную жизнь Саша провел при одном президенте, и вот что он об этом думает. Я, когда объяснял это своему знакомому, я привел очень простой пример. У меня тогда была банка, бутылка с водой, которую я забыл открыть уже две недели. Я ему сказал, вот здесь идеальная стабильность. Это стабильное, это хорошо, но это уже не то. Это надо поменять. Шанс что-то поменять появился у парня в этом году. 18 марта он впервые получил право проголосовать за президента. За кого ты голосовал? Я голосовал за ЛДПР. А, почему? Скорее методом исключения. То есть я отсек кандидатов, которые определенно не наберут больше процентов, ну или наберут около процента. И я отсек действующей власти, потому что пора что-то менять. Не потому что я оппозиционер или что-то, просто потому что нужен новый вид, нужно новое видение, нужно освежиться немножко, проверить. Здравствуйте. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо вам большое за результат. Поменять не удалось, но менять, по его мнению, нужно многое. Например, систему образования. Я считаю, было бы намного лучше, если бы у нас было более практическое образование. То есть, банальный пример, если бы на химии были бы реальные опыты. То есть у нас на химии в определенный момент сказали, все, реагентов нет, реагенты не выделяют, поэтому будем смотреть видео. Мы смотрели видео. А смотреть видео по химии, это странно, казалось, для меня. Не устраивает парня и экономическая ситуация. Еще будучи ребенком, он уже пережил настоящий финансовый кризис, в который погрузилась страна из-за санкций в 2014 году. В 2014 году все финансы вел я. То есть, конечно, я не зарабатывал, но мать просто отдавала мне деньги, и я их уже распределял. Потому что, ну, у матери было такое отношение, что вот я женщина, я могу там прославиться, там прославиться. То есть, купить шоколад или это конфеты, потому что хочется. А я все-таки как мужчина, я буду тверд. И я помню, я был очень тверд. Когда мы поделили с матерью магазин, я ничего не позволял, кроме какой-то списка. Поэтому у нас шоколадка раз в месяц, фрукты два ходишь. Раз в месяц, раз в неделю. Фрукты два раза в неделю. А остальное только то, что тут и нет. Но в том, что парень прожил именно такую жизнь, он винит не только и даже не столько Владимира Путина. Даже не особо уверен, что это стоит так прям связывать, что лично Путин нас не выращивал. Тем не менее, жить так придется еще шесть лет. Парень не верит, что что-то кардинально изменится за это время. Но когда-нибудь, когда вода в бутылке совсем затухнет, ее все равно поменяют. У нас поколение, оно общается со всем миром. Хотелось бы верить, что наше поколение научится договариваться. Сможет предложить это. Потому что мы постоянно общаемся. Постоянно в ЖК, Телеграм, Вайбер, ну еще что. В Фейсбук. Всего не перечислить. Даже Ютуб читает социальные сети по праву. Учитывая объем общения, я надеюсь, наше поколение научится договариваться. Редактор субтитров А.Семкин